Все переживания Анны описаны в ее заметках, которые были опубликованы в 1947 году. Сама девочка погибла в 45-м в лагере смерти. История Анны потрясла и советского композитора Григория Фрида. Он написал монооперу для сопрано и девяти музыкантов оркестра. Произведение сегодня очень популярно за рубежом. Его активно исполняют музыкальные театры Европы и Америки. В Сочи, в парке науки и искусств Сириус, будет показана одна из самых интересных постановок. Прежде всего, она отличается тем, что разработана в сотрудничестве с Институтом современного танца. Кроме инструментальной и вокальной партии, в сценографию добавлена хореография. Для нас при этом очень важно рассказать и напомнить молодому поколению, которые живут, не зная национал-социализма, об этой истории. Это важно помнить. Этот проект мы также показываем в разных городах Австрии, в том числе и в школах, чтобы рассказывать историю дальше. 350 страниц дневника «Два года страха и надежд» воплощены в 70 минутах оперы. 12 мая в Сириусе в 11 и 19 часов исполнят оперу в оригинальной версии по-русски, а в 15 часов на немецком языке. Также 9 мая свою программу там представит Сочинский симфонический оркестр.